Доброе утро, дорогие телезрители! В этом выпуске я обещала рассказать вам о крышесносном аромате Марии Антуанетте. Итак, 18 век. Мария Антуанетте, жена Людовика XVI, известный знаток мод. История слагает легенды об известном аромате Марии Антуанетте «След императрицы». Расскажу, что же это за легенда. Мария Антуанетта была очень непостоянной и взбавлочной дамой королевского двора. Брак Марии Антуанетты сложно назвать полноценным из-за известной особенности Людовика XVI, поэтому ей ничего не оставалось, кроме как облачать себя в красивые наряды, кататься на коньках и придумывать новые развлечения для себя. Во-первых, Мария Антуанетта привезла из своей родной страны Австрии в ванную и начала мыться. Весь двор не понимал, что происходит, зачем эфирные масла добавляются в воду и зачем там находятся люди. Далее Мария Антуанетта приучила всех придворных периодически принимать в ванны. Так им удалось избегать всемирных болезней и начала зарождаться некоторая этика. Перед зваными приемами люди начали мыться и быть свежее. Версаль поистине заблагоухал. Двор королевы был известен наличием огромного количества цветов. И так как королева была несколько взбалмошной, она попросила своего парфюмера создать такой аромат на основе эфирных масел и спирта, чтобы Версаль находился везде, где находится сама королева. Наконец-то королева стала постоянной. Ее известный парфюмер создал аромат, который стал ее последней любовью. Так как известная нами дама не отличалась дальновидностью, ее стали окружать интриганы и манипуляторы. И в какой-то период времени она приняла решение покинуть Версаль. Она хотела спрятаться от всех и оставить только тех слуг, которые развлекали ее. Действительно, какое-то время это удавалось сделать, если бы ни одна незадача. Ее известный аромат. Согласно легенде, сбежавшую из Версаля Марию Антуанетту нашли именно по ее незабываемому аромату. Ведь не только охотничьи собаки, но и любые придворные могли найти ее в месте, где она пряталась. Ввиду недальновидного управления и большой узнаваемости из-за известного аромата, жизнь Марии Антуанетты закончилась на Эшафоте. В настоящее время известные духи след королевы воссозданы и вы можете приобрести их. Единственный момент их стоимость. На сегодня она достигает 8 тысяч евро. Ну и в завершение хочу сказать вам, имейте всегда несколько парфюмов. Так вы сможете вовремя замести следы. До встречи в следующих выпусках.